Стало известно, кого привлекут на сбор хлопка в первую очередь. Также установлены новые тарифы по оплате труда за ручной сбор хлопка сердца урожая текущего года. Эти и другие подробности были озвучены в ходе брифинга Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана. Одним из наиболее часто задаваемых вопросов это стоимость ручного сбора хлопка в этом году. Как было отмечено в ходе брифинга Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана, за один килограмм хлопка сердца будет выплачиваться тысяча суммов, а во время второго сбора – 1400 суммов. Прежде всего, поскольку сбор хлопка – это тяжелая работа, детально изучены его организационные, правовые и финансовые аспекты. Теперь ни один наемный рабочий не выйдет на хлопковые поля без контракта. Будут в центре внимания и вопросы создания достойных трудовых, санитарно-гигиенических условий, обеспечения охраны труда. Впредь будет существовать два типа сборщиков хлопка. Первый – это сборщики хлопка в своем районе, а второй – из других районов. В первую очередь к сбору урожая будут привлечены безработные молодые люди, женщины и при желании пожилые люди. Возникает вопрос, как их отсортировать. Для этого мы открыли специальный сайт под названием term.us. Каждый сборщик может зайти на этот сайт и ввести соответствующую информацию, на основании которой он будет включен в необходимую категорию сборщиков хлопка. Третий вопрос – будут организованы отдельные бригады. В этих группах будет от 50 до 70 человек. В частности, тем, кто хочет собирать хлопок в своем районе, будет предоставлена специальная финансовая поддержка. А тем, кто хочет поехать в другие регионы для участия в сборе урожая, будет предоставлен временный источник финансирования в размере 500 суммов. Плата за собранный хлопок будет производиться дополнительно. Отмечалось, что в хлопковый сезон будет строго соблюдаться трудовое законодательство. Учтены рекомендации международных трудовых организаций. Принимаются меры по предотвращению принудительного и детского труда. В 2020 году в ходе сбора хлопка будет установлен национальный мониторинг. В сотрудничестве с профсоюзами будут сформированы группы, в которые будут приглашены представители негосударственных некоммерческих организаций. Конфедерации работодателей и международных профсоюзов по их желанию для участия в этом процессе. Еще одно предложение международной организации труда заключалось в том, чтобы включить сборщиков хлопков в профсоюзы. Мы сделали соответствующие рекомендации и в этом отношении. Это, в свою очередь, решает вопросы охраны труда и организации бытовых условий. В ходе брифинга также выступили и представители Минсельхоза, рассказав о нововведениях нового сезона сбора хлопка.